Если вы говорите, что вы пользуетесь телом на 10%, то я вам просто образно могу сказать, что, например, вы купили какую-то вещь, и кто-то говорит, я это редко пользуюсь, а вы купили какую-то вещь, и вы ее даже не вытаскиваете из пакета. Вот так вы пользуетесь своим телом. То есть вы даже не видите, вы даже не можете пустить кислород по какой-то мышце, потому что она должна быть наполнена и держать вас. Вот сегодня как раз на йоге делали вот такое, что одно бедро расслаблено, одна нога, а только второе ты держишь. И вот когда ты уходишь своим сознанием в другие мышцы, ты четко видишь, ну потом будете видеть, или сейчас кто-то может быть видеть, кто-то может просто ощущает это, у каждого же свое воображение. Как вот эта вот мышца, как волокна пересекающие, у нас же здесь несколько мышц, как вот эти вот волокна пересекающие, как одна, они получаются вот так вот, как, такое, балансируют. И при балансировке разных мышц, под ними проходит вот эти вот всякие кислород, белок, вот эта вот межсуставная жидкость, которая вот здесь вот у нас начинает вращаться. И ты это все начинаешь видеть, и ты понимаешь, что ты можешь управлять не том, что каждой мышцей, а каждым волокном. Потому что что такое мышца? Это вот мышца, да, и в ней вот таких вот маленьких мышц много, которые скрыты вот эти от волокна фасции. Ну вот это вот межклеточное пространство, она как гель такая, вязкая. И когда ты его делаешь в разрезе, то вот в этой вот еще таких же миллион, а в этой еще, то есть они бесконечны. И все, что могут врачи посмотреть, это в лучшем случае три подхода. То есть вот эту мышцу вот из этого пучка, вот эти пучки, из этого вот эти. А до мелких пучков нет такого еще аппарата, чтобы можно было посмотреть, что в мелких пучках вот эти вот. Насколько они могут быть бесконечны, и это я говорю к тому, что насколько мы просто чувствуем свое тело, вот ущипнули, вот это вот мы чувствуем. А то, что происходит там, какие импульсы у нас идут, миллиард этих импульсов. Мы не можем даже их прочувствовать и ощутить. А когда мы их начнем ощущать, когда мы начнем вот до такой степени погружаться в свое тело, то это тело может быть столько, сколько угодно. То есть наши клетки, они постоянно регенерируют. То есть у нас, почему когда человек болеет, у него берут спину-лозговую жидкость, и там смотрят, какие предрасположенности к болезням, что еще, почему. Потому что эти клетки бессмертные, они не могут умереть, у них нет такой функции. И если в нас есть источник бессмертия, то как вы думаете, мы можем жить столько в этом деле, сколько нужно?